Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас интересная программа. Уже заканчивается ноябрь месяц, и скоро уже наступают праздники Рождества и Новый год. Сегодняшний день очень красивый, очень солнечный. Я рада всех приветствовать. Уже все украшают, конечно, свои дома, свои квартиры какими-то интересными новогодними штучками. И всем, конечно, известно, что следующий год будет лучше, интереснее, будет более удачным для нас. И, конечно же, всем известно по восточному календарю, если этот год был год крысы, то следующий год будет год быка. И поэтому мы сегодня... Я вам прочитаю, что же нам готовит год быка на следующий год, какие будут изменения, какие гороскопы, да, в каких применяются отраслях, в каких видах искусства этот гороскоп будет действовать. И год быка принесет нам, конечно, много радости, счастья и удачи. Нужно верить, самое главное. Вот. И сегодня мы сделаем такую интересную работу. Мне очень нравится такой вид деятельности. Кто был на моих занятиях, они, конечно, помнят, что мы делали роспись на стекле. Эту роспись на стекле мы делали специальными красками, которые называются витражные краски. Но эти краски, конечно, очень дорогие. Купить их практически невозможно. Но я заменяю их обычными лаками для ногтей. Получается очень даже красиво и прилично. Поэтому ничего страшного. Я облегчаю нам задачу, облегчаю нам то, что мы можем сделать в домашних условиях. Вот. И, в общем-то, в этом ничего страшного нет. И сейчас я вам покажу, какого бычка мы будем рисовать на стекле. Вот. Это вот такая вот композиция. Очень симпатичный бычок, да, с красной палочкой. Вот. Если нет красного лака, мы заменим каким-нибудь другим. В общем-то, цвета можно комбинировать и можно взаимозаменять. Поэтому ничего страшного, что такой бычок у вас не получится. И лаки для ногтей тоже могут быть абсолютно разные. Начиная с розовых, да, заканчивая с зелеными. В общем-то, это интересная такая композиция, которая, в принципе, ну, не будет, ну, не сложная. Поэтому, поэтому, пожалуйста, давайте, давайте с вами послушаем, что такое будет для нас год быка. Это очень интересно. И, в общем-то, посмотрим, как это все будет сбываться. Я еще не буду, буду ни один раз к этому возвращаться. В любом случае, может быть, кое-что останется у вас в памяти. Итак, год быка по восточному календарю является следующий год, 2021 годом быка. Белый металлический бык. Это благородное, трудолюбивое животное, для которого на первом месте находится работа и семья. Кто сможет найти новую работу и увеличить доход? Кому удастся встретить любовь и создать семью? Какие еще сюрпризы ждут нас в 2021 году? Гороскоп для всех знаков зодиака. Значит, бык отличается силой, решительностью, надежностью. Это животное очень консервативное и амбициозное. Но оно действует в соответствии с своими идеалами, правилами и часто добивается успеха. Как считают астрологи, 2021 год будет характеризоваться стабильностью. Дорогие друзья, нам очень нужна стабильность. Ростом финансового благосостояния, потому что мы в этом году потеряли очень много. И многие потеряли работу, бизнесы и так далее. Поэтому следующий год, видите, гороскоп нам обещает ростом финансового благосостояния и, конечно же, укрепление семейных уз. Однако бык, если его разозлить, становится необузданным, агрессивным, сметающим все на своем пути. Так что простым год, конечно же, все-таки не будет. Для разных символов знака Зодиака. Например, для Овна. Огненный Овен усилит черты напористого быка. Год будет напряженным, но стремительным. Успех гарантирован тем, кто не остановится перед трудностями и будет последователем в своих действиях. Приветствуются неординарные поступки, оригинальные идеи. Однако стоит остерегаться рогов быка, что ждет Овна на личном фронте. Это в другом материале. Например, телец. Два сильных, могучих знака соединятся для завоевания мира. 2021 год станет прорывным. Можно рассчитывать на успех во всех сферах, связанных с бизнесом, работой, деньгами. Надежность тельца и быка позволит создать семью. Партнер порадует верой в будущее и прагматичностью. Следующий знак – близнецы. Такое сочетание не является благополучным, так как непостоянство близнецов будет раздражать консервативного быка. Конфликты возможны, но гнева символа года можно избежать, если стать гибким и быстро реагировать на непредвиденные обстоятельства. Например, следующий рак. Взрывная смесь. Настолько рак и бык разные, в этом году придется немножко потрудиться, чтобы достичь целей. Чувствительным ракам стоит очень аккуратно общаться с деньгами, так как доставаться они будут очень тяжело, а тратиться со скоростью звука. И это не все сюрпризы, которые приготовили звезды раку в 2021 году. Я это все делаю очень кратенько, чтобы нам еще оставить время для рисования. Следующий наш знак – это лев. Такое сочетание делает 2021 год благоприятным для тех, кто готов выйти за пределы своих возможностей, стрессов и негативов. Будет меньше обычного. Однако, если действовать опрометчиво, возможно совершить много различных ошибок, поэтому льву нужно быть очень осторожным. Однако, если действовать очень внимательно и исправлять ошибки, которые вы совершите, поэтому львы будьте осторожны и будьте более прагматичными, не совершайте каких-либо необдуманных решений. Что касается девы. Педантичные девы будут раздражать быка, однако они похожи с своей дотошностью между девой и быком, щепетильностью, стремлением дойти до самой сути. Год будет успешным для бизнеса, например, открытия своего дела, а также те, кто увлекаются наукой. Возможно, будет реализована прорывная идея, которая откроет многие двери для девы. Следующий знак весы. Обаятельные весы привлекут быка. Пришло время настроиться на романтику. Год будет успешным во всем, что касается любви, семьи, а дом станет тихой гаванью. Конечно же, возможны все возможные штормы, но если сохранить самообладание, в целом 2021 год для весов пройдет абсолютно спокойно и позитивно. Дальше знак скорпион. Комбинация решительного быка и страстного скорпиона считается очень опасной. Год будет эмоционально нестабильным, взрывным. В момент, когда необходимо идти на компромисс, кто-то будет упираться рогами. Однако, в бизнесе это сочетание может привести к отличному результату. Следующий знак стрелец. Стрелец является очень беспокойным знаком. Обык медлительный и привык к стабильности. Однако, энергия обоих будет уравновешиваться совершенно необычным образом. В профессиональном плане никаких перемен не предвидится. А вот на личном фронте возможны перемены. Одинокие представители стрельца могут найти свою любовь. И козероги. Отличный год ждет людей, которые ищут возможность повысить свой социальный статус. Ну, это я. Получить власть, признание. Сочетание двух знаков позволит добиться целей благодаря упорству и настойчивости козерогов. Следующий и последний. А, нет, предпоследний. Рыбы, водолей, наступает невероятно успешный период. Гибкость водолея позволит даже в год быка быть впереди всех. Сила и утонченность, мужество и прагматичность, интеллект и приземленность все будет удваиваться и приумножаться в следующем году. Это водолеи. Последний знак нашего гороскопа – это рыбы. Непостоянные рыбы будут нервировать быка, так как что год окажется для рыб очень непростым. Однако можно рассчитывать на помощь окружающим. 2021 год станет временем для мягких завоеваний. Благоприятным он будет в первую очередь для тех, кто планирует создать семью. Вот такие кратенькие гороскопы. Хотите, верьте, хотите, нет. Кратенькие гороскопы на следующий год, который нам предстоит встретить. И я надеюсь, как уже было сказано, год будет более стабильным. А сейчас мы начинаем свое рисование и делаем нашего чудесного, симпатичного бычка. Ну вот, друзья, значит, что нам надо? Я беру фломастер, вот этот карандашик, набор, как вы уже видели, вот этих у меня лаков для ногтей, да, целый большой набор. И сейчас мы начинаем рисовать вот этого чудесного симпатягу на бумаге. Какой у нас он получится, мы сейчас посмотрим. Значит, я беру карандашиком. И что мне нужно? У меня вот такая рамочка. Да, рамочку я тут как бы схематично обрисую карандашом, чтобы потом попасть, потом попасть в самое стеклышко, да, потому что нам надо будет только стеклышко. Поэтому я вот таким образом маленькая рамочка еще обрисую вот так. Многие знают, мы каждый год это делали, рисовали и свинок, и крысок, и обезьянок рисовали, поэтому это уже не первый раз, мы делаем на стекле такую симпатягу. Значит, я ее могу рисовать от руки, но обычно мы печатаем, печатаем просто ксерокопию, накладываем отянушки, в первый раз. Я ее могу с Legislation... Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот один маленький рожечка Вот такой вот он тут торчит Вот эти симпатичные глазки Бровки домиком Бровки домиком Вот реснички Ну это вот один из вариантов Сейчас мне просто пришла на ум еще одна такая, более простая, но это для тех, у кого есть планшет Вот такие реснички я ему делаю И вот здесь вот здесь вот карие глазки, вот это вот я разукрашу черненьким, а здесь такие точечки Да, такой вот он у нас красавчик, обычно у бычка, вот поправлю обычно у бычка, конечно голова такая большая и он Так вот смотрит на нас, да, такой красавчик Так вот смотрит на нас, да, такой красавчик Сейчас видите, за пять минут я его нарисовала Есть второй вариант, который может быть более простой будет Может еще проще В общем, девочки, кто может распечатать, просто сделайте ксерокопию этого рисуночка Если надо будет, я пришлю его Ну я во всяком случае фотографию, конечно, а фотографию я прикреплю Поэтому вы можете ее скопировать и распечатать ксерокопию Чтобы потом можно было уже на стеклышке сделать вот этого симпатягу Да, и тут он держит вот эту палочку Деда Мороза, да, такую Палочку Деда Мороза Вот у него тут ручка копытца Вот черненькое копытце одно Вот он обнял эту палочку Вот Вот его обнимочку он сидит, такой чудесный Симпатяшка Палочка Деда Мороза вот такая Тут красный, белый, красный, белый Красный, белый Красный, белый, 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 белый вот так и наверное здесь добавлю он какой-то худой будет такой толстенький упитанный бычок вот одно копытце еще раз и второе копытце тоже вот он такой симпатяшка и хвостик конечно же бучка есть хвостик вот с такой кисточкой вот смотрите а вот еще ушка до ушка я нарисую почему рисую этими красками по стеклу акрил немножко дольше он конечно дольше высыхает а вот лаки быстро сохнут поэтому интересно будет сделать лаками потому что за час вот который мы делаем да это вот как бы лучший вариант когда быстро все засыхает и мы получаем такую работу ну вот смотрите бычка мы нарисовали да теперь мы делаем стеклышко и есть еще второй вариант второй вариант сейчас я вам покажу ну вот второй вариант например такой да вот у нас есть стеклышко мы его кладем на наш вот этот вот рисунок на айпеде и по нему черным с фломастером прямо вырисовываем по нему этого симпатичного бычка вот черным фломастером обрисовываем все наши детали вот так вот черным фломастером почему черным фломастером потому что лучше всего видно и на стекле только вот этот вот контур он пишет хорошо вот эта палочка лапки-ножки копытца да очень быстро это все делается просто немножко надо подготовиться так очень все замечательно быстро делается и не надо было быть видите большим художником профессионалом чтобы рисовать таким образом поэтому все чудесно происходит вот глазки мы просто наметим потому что у меня есть можно нарисовать конечно а можно сделать глазки продается везде продаются везде а вот такие пластмассовые наклеечки так ну вот видите уже я обвела здесь мы напишем 2021 все я обвела носик обвела глазки где-то тут потом я подрисую копытце я обвела вот теперь я аккуратненько снимаю и видите у меня получилось вот такая вот такая заготовочка вот такая заготовочка теперь что нам осталось нам осталось всего лишь смотрите открываю краски и подбираю ну вот шапочка например шапочка например там беленькая да а здесь а здесь фиолетовая вот так вот обычными лаками для ногтей я закрашиваю эту шапочку густым таким слоем чтобы не видно было стекла вот например красным да я сделаю эту палочку лаки очень быстро засыхают поэтому очень хорошо с ними работать да вот смотрите я вот это вот закрашиваю красненьким лаком вот тут всю палочку закрашиваю тут все пусть сохнет что еще например зеленый да вот зеленым лаком или голубым ну вот любым видите у меня тут я подкупила немножко здесь например голубой такой него умпончик будет вот делаю вот такой красивый голубой помпончик вот закрашиваю лучше закрасить больше вот значит какое тело мы ему сделаем вот такого коричневого нет у меня есть светло-бежевый пусть будет наш бычок светло-бежевый правильно вот поэтому светло-бежевый такой тон лака я закрашиваю его всего и пусть высыхает у кого конечно аллергия на лак ну нежелательно тогда можно просто карандашами разукрашивать цветными карандашами без всяких красок вот рожок мы белый оставим у нас ушки еще есть ушки закрашиваем так что мы еще вот лапки эти ножки ножки ручки вот год быка нам должен и мы конечно проговариваем до год быка принеси нам все самое хорошее что есть все самое хорошее год быка принеси нам хвостик такой здесь еще закрашиваем закрашиваем пузик мы ему оставим пузик мы ему оставим другого цвета значит что у нас еще есть у нас есть вот такой абрикосовый ну это мы можем ему что сделать беленько оставим розовенький розовенький носик у него ушки розовенькие светленькие смотрите вот носик у него вот такой розовенький ну конечно чтоб он не был похож на свинку но я не думаю что он похож на свинку а тут вот ушки розовенькие внутри и здесь тоже ушко розовенькое внутри смотри что еще мы ему сделаем ротик да вот тут вот больше розового тут больше розового узик тоже мы ему сделаем здесь розовый так ну а смотрите что с глазками у меня есть вот такие вот заготовочки и я возьму два глазика отсюда во первых они движутся ой они движутся во вторых они сразу могут приклеиться значит я эти два глазика сейчас какие-нибудь маленькие и возьму и вот смотрите сюда поставлю один глазик вот приклею пока еще не засохло наша наш лак не засох и второй вот такие симпатичные глазки что еще мы можем сделать черные копытца черные копытца сейчас я возьму белый и черный вот смотрите что получилось сейчас этот глазик уберу сейчас немножечко подсохнет и мы продолжим продолжим дальше такой красивый бычок значит мы продолжаем что я делаю черной красочкой я сейчас ему сделаю черные копытца в принципе это можно сделать и черным это можно сделать черным фломастером ну если у меня есть краска делаю если у вас нет черного фломастера делайте краской вообще чтобы сделать нужно конечно подготовиться поэтому для того чтобы начинать такую работу просто обратите внимание что надо иметь у себя дома заранее закрашивать надо густо чтобы не было видно стекла если видно стекло то один два раза надо после того как высохло нужно еще раз взять и прокрасить ну и кисточка конечно тоненькая кисточку можно для брать вот бровки именно отмечу вот такие же носик ноздри так что еще черные ну больше ничего вот кисточку может быть сделаю здесь какую-то такую а теперь надо беленькой краской сейчас я помою кисточку и сделаю беленькой краской вот смотрите теперь я белой краской открываю вот смотрите теперь я белой краской открываю и закрашиваю и закрашиваю вот этот кумпончик белой красочкой вот такой подарок чудесно можно подарить к наступающему году взрослым и детям очень смешно и быстро делается не надо особых навыков видите иметь и разукрашивать прямо по стеклу на абсолютно простом изображение отображение у нас наоборот и выжила выжила на вот тут губочки сейчас чуть-чуть подсохнет и мы сделать такой снежок шапочки можно камушки вставить в общем-то это кто как желает чуть-чуть подсохнет пока я здесь еще опять-таки черным фломастером прорисую вот так вот получается немножечко пусть подсохнет чудесные до такой реснички еще хочу ему нарисовать ну и что мы сделаем конечно нам нужен нужен фонда куда мы это все куда мы это все вставим рамочка нам нужно поэтому перед тем как пойдете в магазин найти най купите себе обычную рамочку для фотографий она стоит 1 доллар и вот обычная рамочка да вот такая вот с крышечкой закрываться в общем все что мы сделали ну и подложка да вот у меня я выбрала вот такую я ее накладываю на рамочку то есть сначала я вырезаю цветная бумага тоже подойдет вот смотрите вот так подкладываю немножко надо еще раз пройтись уже вижу я свою ошибку еще раз надо пройтись по странно откуда это ну ладно ничего значит еще раз надо пройтись потому что фон темный поэтому нужно пройтись еще раз лаком поэтому темному фону вот таким образом чтобы закрасить вот это вот светлые места потому что на темном фоне видите она просвечивается поэтому здесь мы добавим еще цвета постепенно конечно надо чтобы она высохла потому что может подняться верхний слой поэтому желательно чтобы голова нашего бычка высохла досконально уже а потом уже накладывать вот этот второй фон фон потому что как я говорю может подняться краска но мы постепенно вот так сделаем чтобы цвет у нас был бежевый видите я второй раз прокрашиваю прокрашиваю вот эту вот голову нашего уважаемого следующем году нашего главного героя я закрасила этого рожку ему закрасила ну вот тут я ее сделаю и ушки и и Так, хорошо. Сейчас оно все высохнет. Здесь мы напишем 2020 год. Сейчас я уберу эту рамочку. А здесь мы напишем этим контуром. 2020 год. И вот такой хороший подарочек можно сделать для ваших дорогих, любимых друзей. Своими руками. Вот 2021 уже. Да, и вот здесь контур тоже мы можем хотя бы вот эту палочку обвести вот этим золотистым контуром. Так. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не хуже, чем на картинке. И вот так же мы его можем потом закрепить в рамочку. Вот так вот получится. Чуть-чуть подсохнет, и мы его закрепим. Вот такой красавчик у нас получился. Еще и глазки двигаются. Ну вот, дорогие друзья, на этом наше занятие закончилось. Я всем желаю чудесного дня, отличного настроения. Продолжайте участвовать в наших программах, а мы будем вас веселить, будем вам показывать что-то интересное. И, конечно же, продолжаем подготовку к новогодним праздникам и продолжаем следить за гороскопами. И будем надеяться, что следующий год бычка нам принесет много стабильности, радости и, конечно же, здоровья. И вот такой красивый бычок у нас получился. Всем мира и добра, хорошего дня и отличного настроения. Обнимаю. С вами всегда Наташа. С вами был Игорь Наташа.